доброе утро у нас сегодня пятница последний день школы завтра у нас увозят весь мусор поэтому сегодня у нас очень большой день мы должны закончить всю уборку вокруг дома а сейчас у нас утро детки просыпаются завтракают и я готовлю им на обед такие вареники с картошкой это троим девочкам потом кити и джиннел попросили бутерброды в школе и вова попросил сэндвич тоже в школу с курицей поэтому я сейчас приготовлю обед детки покушают девочки я их заплету и повезу в школу а потом уже будем вокруг дома все остальное всем доброе утро сегодня пятница и мы собираемся ехать в школу пока окей у меня такая сегодня разлетайка просто чтобы удобно было ходить а то подумайте еще там чего-нибудь а кете расскажи людям в каком классе ты учишься я учусь втором чего классе мою учительницу как зовут но скажи полностью мою учительницу громко все мы едем в школу ты поедешь в школу а поедешь в школу джиннел тебя что-то не очень хорошо чувствует иди ложись да можно все окейте поехали губа шлепчик ты еще тоже окей все муа едем ребята окей что то вот что то что то вот давайте а и и Сейчас я пойду еще в джиннел, возьму домашнюю работу. Все, пока, девочки, пока, Вовочка. Это я выезжаю из школы. Видно, вот такое вот утро осеннее. У нас сделали перестройку в нашем магазине, так что надо искать что-то, где я даже не знаю, где искать лимоны. Ой, вы видите лимоны? Я что-то их не вижу. О, вот они, прямо передо мной. Вот один лимон 78 центов. Какие-то громадные такие лимоны. Ну, я, наверное, возьму штучки две. Все, я еду домой. Так очень хорошо получилось, что в магазине, в продуктовом, там, где я покупала лимон, проходила я мимо отдела, где продается сметана, и вспомнила я, что детям на ланч, на обед. Я же положила им вареники с картошкой, и они просили положить им сметану, а я совсем забыла. И хорошо, что я проходила мимо сметаны и увидела. И думаю, сейчас тогда придется возвращаться в школу и положу им там в холодильник. А тут была меня нитка в магазине. У нее мальчик учится вместе с Джинелл в классе, вместе с Кетти. И мы что-то разговаривали с ней, она говорит, ой, я сейчас в школу поеду, потому что надо обед отвезти сыну. Я говорю, о, как здорово, отвези мою сметану в школу, чтобы мне опять не надо было возвращаться. Вот так вот все хорошо получилось. Видите, это преимущество маленького города, когда все друг друга знают, и все в одну школу, ну как, не все в одну школу ходят, у нас здесь парочку школ всего. Ну вот, так что сегодня вот такое вот еще утро началось с хороших вещей. Все, подъехала я домой, и сейчас буду лечить Джинелл, делать с ней уроки, и продолжать дальше мой день. Все, приехала я домой, захожу. Вот Джинелл тут лежит. Сейчас камера тебя найдет, Джинелл. Ну что, тебе плохо или получше? Чуть-чуть. Чуть-чуть получше, а на уроки сможешь делать? Ну ты полежи чуть-чуть, а потом мы с тобой уроки сделаем, хорошо? Хочешь что-нибудь? А горло не болит? Живот болит? Я делаю плюсы и минусы? Все, Джинелл уже стала делать уроки. На очелку только тебя застегнуть, да? Ты написала уже свое имя там? Да. Джинелл. Вот у нее математика сегодня, плюс и минус, да? Да. Молодец, а потом это нужно все разукрасить. Джинелл закончила. Открывай учебник свою математику. Ну, открой свой урок, который ты делала сегодня. Вот так вот. Вот уже разукрасила все. Не все. Он почти еще собаку надо и тележку, да? А, мальчика, да. 0 и 7. Нужно квадратики нарисовать и написать. Вот 2, 2 квадратика, 5, 5 квадратиков. Молодец. Здесь написано по одному. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 72, 73, 74, 75, 75, 76. Все правильно. Здесь деньги нужно посчитать. 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 11. Все, она уже урок этот закончила. Теперь ей нужно... Как это называется? Learning to read. Учимся читать. Сначала ей нужно прочитать все эти слова. Date, bait, late, date, paid. Там другие всякие. ЗУ, СУ, ВУ, НУ, ЗУ. Да? ЗУ, СУ, ВУ, НУ, ЗУ. Потом ей нужно точно, как здесь нарисовано, нарисовать здесь в пустых квадратиках. Это не hard. Это просто смотри, от этой до этой, от этой, до этой. Проводишь ровные линии. Смотри, вот здесь начинаешь. И потом вот так пошел, 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 пошел ровный. Потом здесь у них слова идут. Например, кто это? Это свинья. Как свинья по-английски? Pig. Pig. Нужно найти pig. Pig. Угу. Вот на первое. И здесь потом нужно написать pig. Lock. Это lock. Это замок, правильно. А это? Cap. Cap. Вот. И потом у нее еще чтение. Тоже здесь рассказ. Так, девочки сегодня подгребают здесь, заканчивают. Алена, вы можете просто кучи сделать, а детки придут из школы, и мы уже все затолкаем. Как хотите. Там у нас включилась печка, отопление, и Дженнифа села греться. Где они там, тепленько тебе? А, тебе нравится, да, там греться. Мы сейчас заехали в китайский буфет, и я хотела там взять еду для всех, кто сегодня работал дома, для девочек маленьких. А сейчас я вам покажу, что нам дали. Нам дали целый ланч бесплатно. Окей, кто любит китайскую еду, кто любит ченнис? Кто любит ченнис? А, ты, я тоже, Инженел, и Дженнифор тоже. Дженнифор, пристегивайся, едем домой. Вот нам дали вот такую упаковку еды, и нам хватит. Девочкам троим маленьким и мне. Бесплатно, да, Дженнифор? Дженел? Да. Очень добрая, да, Тинь у нас? Да, синий, синий. Так, я уже знаю, кто что любит. И мы вам там расскажем, что там за еда. Это моя тарелка, это Дженел и Дженнифор и Фия. Давай посмотрим, что там у нас есть. Фия хочет красное мясо, это курочка, и Дженел тоже. Подожди, подожди, положи. Теперь рис. Дженел, да, любит брокколи? Да, очень. А ты любишь еще этот, морковку? Да? Тия, ты хочешь брокколи? Нет. Окей, это для Тия. Дженнифор не хочет красное мясо. Окей, я буду пройду. Аминь. Окей. Вот видите, сколько много еды. Сколько, вроде кажется, немного, а всем хватило. Вот Дженнифор еще. Дженнифор не хочет красное мясо, она любит такое. Все, детки уже все кушают. Сейчас я салатик еще принесу. И я буду здесь сидеть напротив них. Начинал собирать свои уроки. Мы говорим так тихо, потому что здесь Тия и Дженнифор легли отдыхать. Тия уже спит. Им надо полчасика поспать, чтобы силы их восстановились. А я иду в кухню, сейчас помою посуду. И буду готовить уже обед к приезду Леши. Может быть, надо масло взять, которое было очень-очень-очень мягкое. Там надо Дженнифор и ты ее разбудить. Можешь их разбудить? Чтобы они одинаковые все были. Пальцем просто снимай. Ничего страшного, так и бери пальцы. На, давай я буду тебе брать, а ты будешь себе ставить. Все, получилось? Да. Покажи. Ну, молодец. Давай я поставлю на духовку лучше. Ну, расскажи вот, например. Ты уже чувствуешь себя лучше? Чуть не улетела. Ну, иди с ты ей посиди. Ты, я там проснулась, еще встала, но еще не проснулась. Я знаю, что у меня хватает всякой работы и дома, и со стиркой, и с готовкой везде, но иногда мне хочется самой выйти на улицу и поработать на свежем воздухе, поэтому я взяла грабли. И поработаю сейчас чуть-чуть погребу листья, а потом вот Леша приедет через час, и уже детки придут со школы, и они уже догребут все остальные листья, и закончим уборку. Друзья дорогие, вот закончилась трудовая неделька. Вот женушке цветочков немножко, она хорошая, а это я люблю дринкать. Это пил я, значит, чаек на кофеек, вот, и выпил четыре чашки. Вот, так что выходные. Да, так что вот он приехал как раз поработать. О, плиз. Смотри, сколько мы листьев нагребли. О, березка моя. Хорошо, что ты уже облетела. Да, молодцы, вы хорошо поработали. Смотрю. Старайтесь, трудитесь, девчонки, мальчишки. Смотри, как вкусные печенки. Получились, да? Вкусные печенки? Ну-ка, да, мама посмотрит. И они еще, держи, они еще мягкие. Ну-ка, попробуй сама. Ага. Вкусные? Мягкие, да? У нас детки любят, когда печеньки мягкие. Итак, подошел день уже к концу. Сегодня у нас пятница, вечер. Детки с Лешей здесь подгребают последние листья, которые нужно унести, увезти, все к дороге выставить. Закончили мы делать обзор. Поставила я его обрабатывать. А сейчас вышла на улицу, чтобы посмотреть, что тут творится на улице. Кто где находится. Девочки наши уехали на молодежное общение. Сейчас вечер. заканчиваю я свое видео, свое видео многодетной мамы. покажу, может быть, что мы будем кушать на ужин. И все. Спасибо, что вы были терпеливые, смотрели мое видео. Оставляйте ваши комментарии и задавайте любые вопросы. Спасибо вам за все. До свидания. Так, папа Леша трудится с детками. Как тебе? Помощники помогают? Ой, ребята работают. Вова, как дела? Девчонки, как работа? О, значит, хорошая работа. Молодцы, молодцы. Это у вас последние кучки, да, остались? Ну, похоже так. Молодцы. Да. Субтитры подогнал «Симон»